Обмениваться опытом решили на практике. Анапским ТОСом есть что показать. Первая остановка в поселке Суворов-Черкесске. И сразу события, которые гости назвали историческим. Закладка зеленой аллеи возле памятника Александру Суворову. Сочинские коллеги не скрывают, тем, что делается в Анапе, поражены. Во! Супер, честно говорю. Встречают нас вообще по-царски, по-божески, как сказать, я не знаю, но очень прекрасно, на высшем уровне. Мы стараемся быть достойными. Мы приглашаем в Сочи. Далее экскурсионный маршрут привел гостей в хутор «Рассвет». Возле памятного знака они приняли участие в реквиме по погибшим в годы Великой Отечественной войны. И знакомство с тем, как строится патриотическая работа с молодежью сельского округа. В местном доме культуры гостям показали экспозицию уникальных предметов быта кубанской культуры. Меня интересует история данных поселений, потому что мы мало где вот так выезжали, чтобы это видеть. И я очень любопытствую такими фактами, которые у них сохранились. И они их собрали воедино, чтобы помнить своих и видеть эти исторические документы. Для меня как бы это история нашей родины. И они свою родину любят, и я за них очень рада, такая организация какая у них здесь собрана. У нас в Сочи тоже есть музеи, но они немножко другого плана. Здесь оно по-другому смотрится. Следующий пункт программы – посещение армянского культурного центра «Аренберт» с лагой Кадзор. Перед гостями выступили лучшие творческие коллективы. Кроме этого, участники экскурсии посетили храм Армянской апостольской церкви Святого Георгия, который открылся в прошлом году. Настоятель рассказал об истории строительства. Возводили всем миром. Теперь здесь поддерживается образцовый порядок. Во многом этот проект стал возможен благодаря взаимопониманию и сотрудничеству с властями. Мы смотрим на все абсолютно по отношению людей к своим сельчанам, по тому, как выглядит сам город, как все выбелено, вычищено. Мы этим тоже занимаемся, конечно, но похоже, что здесь работа ведется более углубленно, скажем так, и больше людей привлечены в это дело. В этот день гости посетили смотровую площадку Большого Утреша, узнали о ходе строительства газопровода «Турецкий поток» и познакомились с удивительной историей святого источника в поселке Варваровка. Завершилась экскурсия в городском театре, где участников форума ждал творческий конкурс среди руководителей органов ТОС «Весенний марафон». Я тоже являюсь председателем совета ТОСа сельского округа в Адлерском районе. И вот то, что я сегодня увидел, это, конечно, меня сподвигло на очень хорошие поступки и на изменение программы в нашей работе. Потому что ваши ТОСы – это нечто другое, чем у нас, потому что у нас большая миграция населения. И вот традиции не сразу складываются. У вас настолько все традиционно, веками все это сложилось, и у вас есть чему поучиться. Я просто был восхищен вот той добропорядочностью, вот той обязательностью, вот той массовостью на всех мероприятиях, которые предлагает ТОС, предлагает администрация. К сожалению, мы к этому только пока стремимся и идем.